В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте! В студии Оксана Ветрова. Обычно Харцизский городской бассейн на три летних месяца закрывает свои двери для посетителей. Нынешний сезон станет исключением. Городские власти совместно с руководством спортивно-оздоровительного комплекса решили изменить традицию завершать плавательный сезон весной. О новом графике работы городского бассейна в нашем следующем сюжете. Харцизяне уже давно привыкли, что летом городской бассейн не работает. И в это время года спортсмены и любители плавания обычно вынуждены довольствоваться заплывами на местных ставках. В нынешнем году все будет не так. Коммунальное учреждение будет работать и июнь, и июль. Август нам отводится на ремонтные работы. И для бассейна, и для котельной. У нас ожидается капитальный ремонт мужской раздевалки, замена канализации, естественно, полов, стены. Узнав о новом расписании, в детском саду «Чайка» решили, начиная с июня, ежедневно водить детвору в бассейн учиться плавать. Руководство спорткомплекса также планирует привлекать к оздоровлению детей, которые будут посещать пришкольные детские лагеря. Сейчас в согласовании администрации города вводим новые формы, услуг, арендодорожки можно будет взять, если для каких-то предприятий интересно. Попробуем на летний период безлимитно покатать абонементик. Посмотрим, как пойдет, не пойдет. Поэкспериментируем с этим вопросом. Еще одно нововведение в режиме работы бассейна коснулось времени его открытия. С 1 июня первый сеанс плавания будет начинаться не в 8, а в 7 часов утра. Такое решение принято по инициативе постоянных посетителей оздоровительного комплекса. Работники Харцисского бассейна заверяют любителей плавания, что появившиеся в последнее время слухи о якобы сомнительном качестве воды не имеют под собой оснований. Лаборант коммунального учреждения раз в сутки обеззараживает воду в малой и основной ваннах гипохлоритом натрия. Регулярно проводит замеры температуры и количество остаточного хлора в воде. Выполнение всех этих норм постоянно проверяет городская санитарная служба. Что же касается тарифов на посещение спортивно-оздоровительного комплекса, то они еще с прошлого года не менялись. 20 рублей за детский и 45 рублей за взрослый билет. Любовь к украинскому языку у жителей Донецкой области, находящейся под контролем Украины, теперь будут стимулировать рублем, а точнее гривной. Вчера председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский пообещал выделить кругленькую сумму денег тому городу, который полностью откажется от русского языка. 30 миллионов гривен вроде как на развитие инфраструктуры получит тот город, который первым полностью переведет все указатели, названия объектов топонимики и рекламные вывески на украинский язык. Поощрить денежными вливаниями из областного бюджета обещают не только победителей, но и призеров конкурса. Процесс украинизации проходит и в системе образования Украины. В частности, все мариупольские школы в новом учебном году станут украиноязычными. По мнению чиновников, ребенок, который учится на украинском языке, имеет больше возможностей реализовать себя. Не оставляет депутатов Верховной Рады языковая проблема на украинском ТВ. В ближайшие дни парламент намерен рассмотреть очередной законопроект на эту тему, который обязывает общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке незалежной. В минувшие выходные покорять трассы Зуевского скалодрома вышли спортсмены из Донецка, Макеевки, Харциска, Горловки, Луганска и Ростова-на-Дону. 20 и 21 мая Федерация альпинизма и Федерация скалолазанья ДНР провели в живописных окрестностях Зуевки соревнования по своим видам спорта. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. Кто-то уже не раз преодолевал довольно сложные уступы, карнизы и полочки Зуевского скалодрома. Кто-то впервые взбирался к условной вершине не по трассе, оборудованной на стене спортзала, а по настоящей отвесной скале. Президент Федерации альпинизма Олег Поли вспоминает свое знакомство с Зуевским скалодромом. Когда я первый раз полез сюда, мне было очень страшно. Я никогда не видел гор, никогда не видел скал. И мой тренер, глядя на меня, помахал руку и говорит, что этот, наверное, альпинистом не станет. Я спустился вниз и сказал, что я стану мастером спорта. В результате стал мастером спорта, покорил и Верест, и многие другие вершины. Поэтому для меня это тоже как альмаматор. На Зуевском скалодроме проложены трассы различной степени сложности. Они позволяют почувствовать вкус победы и скалолазу-новичку, и опытному альпинисту. Неудивительно, что в соревнованиях здесь принимают участие одновременно и дети, и ветераны спорта. Зуевский скалодром – это колыбель мастеров спорта всего Донбасса по альпинизму и скалолазанию. Здесь тренировался наш знаменитый альпинист Миша Туркевич, который первый сделал ночное восхождение на Эверест. Здесь тренировались такие звезды скалолазания, как Ваня Шишковский, как Данил Болдырев, который стал чемпионом мира по скалолазанию. То есть, ну, здесь целая плеяда мастеров спорта международного класса воспиталась на этих скалах. На несложных маршрутах, называются они «бега», делают свои первые шаги совсем еще юные скалолазы. Они, конечно, торопятся, ведь для результата важна скорость. И в то же время осторожничают, поскольку даже со страховкой здесь бывает страшновато. Старший тренер Федерации скалолазания ДНР Галина Филенко довольно подрастающим поколением. Говорит, что смена растет достойная. Очень много детей приходит. Вот, как говорится, обыденный футбол, там бокс, борьба. Вот приходят и записываются именно на скалолазание. Даже приходят мамы с папами лазят вместе с детьми. Да, очень им нравится. У нас традиционно проводятся эти соревнования в памяти альпинистов Донбасса, которые нам, как говорится, проложили дорогу в будущее. У нас есть чемпионы и Советского Союза, и Украины, и мира по скалолазанию, и по альпинизму. За плечами у харцизянки Валерии Спиридоновой три года тренировок и десятки побед на Зуевском скалодроме и искусственном рельефе. Страшно всегда перед соревнованиями. Но когда подхожу уже к скале, начинаешь лезть, и все нравится очень. Интересно. По соседству со скалолазами соревнуются альпинисты в классе «Домбайские связки». А связки – это имитация, полная имитация альпинизма. Полная имитация. Это как бы мы имитируем так восхождение в горах. То есть страховка вторым участникам, прокладка маршрута в щелкивание крючев, и организация станции, и вся страховка, она это полностью имитирует восхождение. Там даже будет такой элемент, как преодоление маятником, так называемым, рельефа. Это очень зрелищно, когда участник просто фактически на веревке с какой-то страховкой перелетает в какой-то участок или карниз. Это вот очень здорово. Сергей Пугачев на этих соревнованиях отвечает за технику безопасности. Он же прокладывал трассу для мужских связок. Старался, чтобы получилось и зрелищно, и в меру сложно, и безопасно. Мы постарались сделать, чтобы большинство участников трассу закончили успешно. Вот. И даже спуск, как это спускается в горах, он тоже включен как в элемент связок. Свой отпуск они непременно проводят в горах, а выходные нередко на Зуевском скалодроме. Туризм, скалолазание, альпинизм – для таких людей это уже не столько спорт, сколько образ жизни. Я в соревнованиях не очень часто участвую. Мы участвуем больше в восхождениях, в походах. Наверное, нету спортивного духа такого победить обязательно кого-то. Мы стараемся победить горные маршруты, вершины, а не соседа. Преподаватель Дон-НТУ Виталий Кондрахин сегодня в одной связке со своей супругой, как и при покорении знаменитого помирского семитысячника Пика Корженевской. Опытные альпинисты знают, только отработав до автоматизма взаимодействия в паре на Зуевских скалах, можно рассчитывать на успех при восхождении на высочайшие вершины мира. В июне 97-го в Иловайске была создана студия современной хореографии «Танцующий город». Детский танцевальный коллектив довольно быстро покорил сердца местных ценителей прекрасного. И в последние годы приглашается чуть ли не на все городские мероприятия. В минувшие выходные «Танцующий город» – один из самых ярких и успешных творческих коллективов Иловайска – отмечал свое десятилетие. В честь дня рождения родного коллектива его участники решили организовать большой праздник и порадовать горожан двухчасовым концертом. В субботу в актовом зале Иловайского дома науки и техники был аншлаг. Руководитель студии современной хореографии Ольга Азарова вспоминает, с чего 10 лет назад началась история танцевального коллектива. Я работала в школе искусств здесь, в городе Иловайске. К сожалению, отделение было сокращено. Детки хотели продолжать танцевать, и я осталась в городе Иловайске таким образом. Продолжила эту деятельность. Вот уже 10 лет мы танцуем. Сегодня в «Танцующем городе» занимаются около 70 детей. Как говорится, от мала до велика. Здесь и совсем еще малыши, которые только начинают делать первые шаги к замхореографического мастерства, и вполне уже взрослые и много чего умеющие воспитанники студии. Ольга Азарова так сходу даже и не берется подсчитать, сколько номеров накопилось в репертуаре ее коллектива за минувшую десятилетку. На отчетном концерте «Танцующий город» демонстрировал зрителю лишь те композиции, которые поставлены в течение последних трех лет. В итоге в программу праздничного концерта вошло 25 номеров. В багаже танцующего города множество призов и почетных наград, привезенных с различных конкурсов и фестивалей танцевального искусства. В свое время иловайчане активно гастролировали по Украине. Теперь же мечтают покорить российскую публику в ранге одного из лучших хореографических коллективов республики. Мы очень часто выезжаем на фестивали и конкурсы международных уровней, республиканские конкурсы, где, конечно же, побеждаем или, может быть, не очень, скажем так, первые мы приходим. Но, тем не менее, детки очень любят эти конкурсы, эти фестивали. Хотелось бы, конечно, немножечко от близлежащих государств, хотелось бы на Ростов немножко посмотреть, деткам показать и попробовать себя в качестве танцоров уже с Российской Федерацией. Сегодня главные спонсоры детской хореографической студии – родители ребят. Только благодаря их материальной поддержке юные танцоры имеют возможность выступать на различных творческих конкурсах в республике и за рубежом. Останавливаться на достигнутых за 10 лет результатах коллектив не собирается и намерен следовать к новым творческим победам. Минувшие выходные выдались насыщенными на танцевальные мероприятия. 20 мая в Центре детского и юношеского творчества состоялся отчетный концерт образцовой студии современной хореографии «Эвиденс». Эвиденс в переводе с английского значит доказательство. Вот уже шестой год подряд бессменный руководитель коллектива Юлия Брунько и ее воспитанники доказывают, что достойны признания публики и высоких наград на различных творческих соревнованиях. В этом году было поставлено 12 новых танцевальных постановок и они сегодня все представлены на суд наших зрителей. Детки в этом учебном году стали победителями многих республиканских конкурсов. И этот год у нас фартовый, у нас 8 первых мест. В свой день рождения «Эвиденс» совместил традиционный отчетный концерт с проведением битвы хореографов. В конкурсе авторской хореографии приняло участие 6 команд юных постановщиков танцев. Воспитанникам «Эвиденса» было предложено самим срежиссировать свои выступления. По словам Юлии Брунько, ребята все придумали сами. От костюмов до сценария танцевальной композиции. Битва хореографов, вернее ее условия, немножечко усложнились. Сначала на суд зрителей нашего жюри были представлены танцевальные постановки по задумкам и по мотивам фильмов. В чем была сложность, что каждая команда представляла хореографию еще и в разном стиле. Начиная от хип-хопа и заканчивая экспериментальной хореографией. В условиях второго конкурса легло в основу то, что каждый хореограф должен был поставить танцевальную постановку на заданную музыкальную композицию. Поэтому здесь уже сразу будет видно, как говорится, кто на что гораст. Приглушенный свет на сцене и полное его отсутствие в зрительном зале по ходу некоторых номеров создавали на концерте особую атмосферу, хотя и сделали проблематичным видеосъемку хореографического действа. Поболеть и полюбоваться изящными па юных танцоров пришли самые преданные поклонники студии «Эвиденс». Папы и мамы, бабушки и дедушки воспитанников популярного в Харциске танцевального коллектива, в котором сегодня учатся осмысленно двигаться под музыку 148 ребят, заполнили зал до отказа. И, конечно, именинникам было что показать со сцены своим благодарным зрителям. На этой хореографической ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. Помните о том, что учиться танцам никогда не поздно. И до встречи на канале ТВСФЕРА. 23 мая 1885 года родился инженер-контур-адмирал Николай Николаевич Зубов. Блестящий морской офицер, участник Цусимского сражения, морских сражений Первой мировой. Всю свою энергию в советский период истории России Николай Николаевич направил на изучение Арктики, оставив после себя множество научных работ по океанологии. Значение этих трудов невозможно переоценить, помятуя, что на погоду в наших краях частенько влияют воздушные массы, поступающие именно с Северного Ледовитого океана. Днем 23 мая малооблачно, температура воздуха 19 градусов. Влажность 40%, северо-восточный ветер 7-9 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до 7 градусов. Влажность повысится 70%, ветер северо-восточный 3-5. метров в секунду.